Уважаемые коллеги, в первую очередь хочу поблагодарить руководство информационного агентства за приглашение и за возможность выступить здесь с докладом. Я представляю Институт общей физики имени Александра Михайловича Прохорова. Тема озоновых дыр, она как-то заслонила другую тему приземного озона и про нее вообще у нас в стране совершенно не слышно и на различных совещаниях, которые организует Росгидромет, звучат такие слова, что у нас вообще озона нет приземного и нечего об этом говорить. То есть довольно высокие лица вот так говорят про эту проблему. Я взял картиночку с американского правительственного сайта, вот как своему народу объясняют эту проблему в Соединенных Штатах Америки. Озоновый слой защитный, это хороший озон, пишут для людей, то есть это сайт для самых широких слоев населения и для ученых. А вот который внизу озона, это плохой озон. Хотя формула одна и та же, но вы сами прекрасно знаете, что озон выполняет совершенно разную функцию на высоте и около земли. Озоновый слой защищает, а вот бета-озон, плохой озон, он убивает все живое и неживое и разлагает даже автомобильную резину. Откуда он берется? Тоже картиночка вот с американского сайта. Для Москвы, например, 95% предшественников озона это автотранспорт. Выбросы оксида азота, летучие углеводороды. Плюс высокая температура воздуха, солнечное излучение и все, образуется озон. Это очень достаточно быстрая реакция. И чем опасны это антропогенные явления, предшественники озона могут с ветром на сотни миль распространяться. И в самых неожиданных местах под действием солнечного излучения образовывать облака ядовитого озона. У нас практически все население живет в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 88% это там, где измерения проводят. В остальных не проводят. А мы, например, проводим измерения в маленьком городке, Пятские поляны. 30 тысяч населения, промышленность ликвидирована, а озон очень высокий. То есть можно сделать вывод, что практически все города, где у нас живет население и в сельской местности, подвергаются высоким концентрациям озона. Москва вообще входит в особый список городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Это из обзора Росгидромета. То есть вот источники. Предшественники озона. Это в основном выбросы автотранспорта для Москвы, например, 95%. Изменение климата. У нас в России оно вызывает увеличение интенсивности и частоты тепловых волн. Вы сами все наблюдаете, особенно в 2010 году, какая была тепловая волна. И из грязного воздуха образуется озон. То есть вот откуда он у нас появляется. Основные источники. Вот я взял картиночку. Американские коллеги за 10 лет. Массив вот так вот разложили. Видите, температура воздуха, концентрация озона. Растет температура, растет озон. То есть это на нашей территории примерно такая же зависимость. Вот я здесь показываю динамику среднечасовых максимальных концентраций. То есть где-то в начале 90-х годов начали появляться высокие концентрации озона 96-99. Это вот Центральная Ирологическая Обсерватория начала мерить примерно в это время. И зафиксировали. Раньше не было таких высоких концентраций. Вот они начали появляться в 90-х годах. И в 2010 год. 508 микрограмм на метр кубический. Это концентрация, при которой 17% крыс в условиях эксперимента гибнут за один час. Это справочные данные Филов. Справочные данные. Вот вы прочитаете. Озон чрезвычайно опасное вещество. Класс опасности 1. Во всем известного хлора 2. Специалисты военной химики вообще озон относят к идеальным боевым отравляющим веществам. Единственный недостаток, пишут военные, резкий запах. Если бы не было резкого запаха, то это вообще без всяких недостатков идеальное боевое отравляющее вещество. Ну вот концентрации вы видите. 100 микрограмм на метр кубический ПДК рабочей зоны. Это тоже справочные данные я привожу. Он вызывает различные заболевания, в том числе канцерогена, мутагена, генотоксическое действие. Вызывает окислительный стресс практически во всех системах организма. Это вот с правительственного сайта американского. Уменьшает легочную функцию, способствует развитию астмы. Они вызывают аллергию, повреждают ткань легкого. Ну и группа риска – это дети, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями и пожилые. Я немножко остановлюсь на механизмах токсического действия озона. Как вы знаете, это вещество является очень сильным окислителем. Озон плохо растворяется, и поэтому проникают самые глубокие отделы респираторного тракта. Респираторная система и сердечно-сосудистые связаны между собой, и поэтому озон проникает и в сердечно-сосудистую систему, в кровь, в другие системы организма, и вызывает окислительный стресс. Также под действием озона возникают специальные белковые соединения цитокина. Это, например, цитокин – фактор некроза опухолей. Он вызывает дисфункцию миокарда, изменяет проницаемость клеточных мембран для калия, вызывает апоптоз, еще ряд отрицательных явлений, и провоспалительные цитокины, то есть это белковые сигнальные вещества, которые запускают воспалительные процессы, в том числе и в респираторном тракте, например, в сонной артерии возникают воспалительные процессы и уменьшается толщина интимомедиа сонной артерии, то есть средняя часть. Падает коронарный кровоток, а через расстройство вегетативной нервной системы может происходить вазоконстрикция артерий, то есть резкое сужение, и резкий спад сердечной деятельности вызывает очень негативные процессы. Также через расстройство вегетативной системы изменяется вариабельность сердечного ритма, а это очень важный показатель, который тоже приводит и к смертельным случаям. Озон, в отличие, допустим, от СО, он буквально рвет клеточные мембраны. Если СО диффундирует, может туда-обратно связать гемоглобин, потом развязать, то озон, он производит перекисное окисление липидов, а мембраны, они состоят как раз из липидов. И продукты перекисного окисления липидов, они еще более токсичны и производят дальнейшие разрушительные механизмы в организме и человека, и животных. Это все из зарубежных работ. Огромное количество Соединенные Штаты Америки, например, с начала 50-х годов прошлого века интенсивно изучают токсикологию озона. Вот как в виде пирамиды представляются последствия от воздействия озона. Вот количество людей и последствия. То есть больше всего это снижение легочной функции, нарушение сердечно-сосудистой, воспалительные процессы, респираторные симптомы, то есть в том числе и пневмония, визиты к врачу, потери рабочих дней, госпитализация экстренной вызовы скорой помощи и смерть. Это тоже приводится на американском сайте экологическом. Вот я привожу за 2000 год, это в документах ВОЗ привозится динамика количества смертей за год в странах ЕС. Чем южнее, тем больше смертность. Например, видите, вот в Италии 5 с лишним тысяч в год смертей, связанных с озоном. Здесь на картиночке приведены данные исследований, где показано процент увеличения смертности от воздействия озона, озон плюс ПМ, озон плюс НО2 и озон плюс СО2. И видите, все случаи больше всего озона и сердечно-сосудистые то же самое. То есть в документах ВОЗ приводится, и не только в ВОЗ, и в отчетах Агентства по защите окружающей среды Соединенных Штатов Америки, что озон вызывает и смертность, и респираторные и сердечно-сосудистые заболевания независимо от других загрязнителей. То есть это фототоксикант, один из самых опасных, относится к первой группе опасности. Вот количественное в табличке показано последствия для здоровья населения от воздействия озона в 25 странах ЕС при действующем законодательстве в 2000 году и с учетом принятия дополнительных мер к 2020 году. То есть там постоянно разрабатываются стратегии, направленные на снижение вот этих негативных воздействий. Ну и как видите, там допустим, респираторные симптомы дни 199 миллионов дней, это в год. Ну и прочее количество случаев, смертность, госпитализация с респираторными заболеваниями, использование медпрепаратов, потери активных дней, то есть потери рабочих дней, то есть это все буквально в миллионах выражается, в единицах. А это в миллионах евро. Все посчитано в Европе, потому что непринятие мер это огромный ущерб для страны. И поэтому проводится оценка и политика экологическая строится из-за расчета, вот обязательно экономического расчета. 43 миллиарда с лишним в год евро, это вот убытки по из-за загрязнения воздуха озону в 2000 году. Это я для примера привожу. Мы провели исследование связь концентрации приземного озона с заболеваемостью и смертностью населения в маленьком городке на юге Кировской области использовали базы данных станции скорой медицинской помощи и станции мониторинга атмосферного загрязнения. И в Москве база данных станции скорой медицинской помощи имени Пучкова, концентрации озона среднечасовые брали с сайта мосокомониторинга и смертность, журнал «Пульмонология». Пульмонология брала из ЗАГСа, данных ЗАГСа в 2010 году. Вот какие мы получили картиночки. А, я еще привожу цитату. Это Дэвид Баттас, известный эпидемиолог зарубежный. Вот в одной работе он пишет, что летом наблюдается 0,45% смертности от сердечно-судистых заболеваний и 1,13% смертей, связанных с респираторными заболеваниями, на 10 микрограмм озона. Это примерно близкие цифры по другим регионам. То есть на 10 микрограмм вот уже такие проценты смертности. И вот интересно он пишет, что смерть, респираторные вызовы, количество вызовов скорой помощи, связанных с респираторными заболеваниями, настолько хорошо изучено, что по их количеству мы определяем концентрацию озона в воздухе. То есть на Западе это давным-давно все известно и даже по количеству вызовов скорой помощи можно определять концентрацию озона. Вот что мы получили. Мы взяли среднесуточные концентрации. Среднесуточная концентрация ПДК это 30 микрограмм на метр кубический. Вот она проходит. Это август 2010 года. Здесь превышение двукратное вот больше 60 микрограмм наблюдалось 13 дней подряд. А июль, который был еще жарче, там где-то почти 7 градусов температура была выше средней многолетней, но вот такое превышение двукратное среднесуточное ПДК наблюдалось всего 2 дня. И никакой связи не было. То есть жара никак не повлияла. А вот 13 дней подряд и видите, красненькая это вызовы скорой помощи, а синенькая это концентрация озона. Практически один под одним идут пики. Коффициент корреляции 0,62. Доверительная граница, при доверительной границе 0,47. И что еще интересно, пришел дым от пожаров, там тоже горяча, и примерно такая же была задомленность, как и в Москве. Озон, концентрация озона стали падать, и вызовы скорой помощи стали падать. Это легко объяснить, потому что озон мощный окислитель, и на частичках дыма он начал взаимодействовать и нейтрализоваться. Что в Москве? Это вот сердечно-сосудистые заболевания. Мы взяли, так сказать, группу этой донозологии, не отдельную, а там ряд заболеваний сердечно-сосудистых. Это диаграмма Арсения, видите, как наклон положительный идет. Вот Москва. Вызовы, связанные с небольничной пневмонией, то есть это люди заболели не в больнице, а забрали их из дома. Видите, как это с 1 июня по 30 августа. Тоже какая корреляция, и идет пик под пиком, коэффициент корреляции 0,79. Это за 3 месяца, 0,8. Как я уже вам отмечал раньше, что озон вызывает воспалительный процесс, то есть он вызывает пневмонию, массы респираторных заболеваний. Кроме этого, он ингибирует вообще отключает иммунитет. Очень многие зарубежные статьи по этой теме иммунологи прямо так и пишут, озон шут даун иммунитет, то есть он отключает иммунитет. Там разные механизмы, например, на животных, на крысах проводили такой эксперимент, ученые давали подышать одним крысам чистым воздухом, другим с озоном, и потом все крысам давали подышать пневмококками. Те крысы, которые дышали чистым воздухом, они не заболели, а которые дышали озоном, они сразу заболели пневмонией. Их вскрыли, и оказалось, что озон, он взаимодействует с фурфактантным белком, который защищает легкие иммунитеты. Озон ингибирует этот белок. То есть это тоже все на животных исследовано, известно. Вот здесь картиночку я привожу. Это количество случаев пневмонии в Москве. Вот внизу, это летом 2009 года. Видите, как идет. А это 2010, когда был озон. Диаграмма рассеяния. Вот тоже и уравнение регрессии показано. А вот смертность. Тоже 0,81 коэффициент корреляции при границе, то есть статистически значимый коэффициент корреляции, 12 тысяч погибших за месяц. Это дополнительная смертность. Диаграмма рассеяния. Вот я привожу график из документов ВОЗ. Они публикуют отчеты, буквально результатов тысяч исследований по сотням городов. И вот получили такую картинку. Вот смотрите, это среднечасовая концентрация, 50 микрограмм. Вот уже смертность достаточно высокая. А в московском регионе более 500. Так что мы просто подтвердили вот эти зарубежные исследования, взяли и сравнили. И вот, пожалуйста, получилась картинка, так сказать, очень похожая. Здесь я привожу среди за год часовые. То есть это вот эти кривые, это весь годовой бассив, усредненный по часам. То есть это суточный ход годовой в Вятских полянах. Вот 2011, 2012, 2013, я просто не успел обработать, 2014 и 2015. Видите, какой тренд среднечасовых. В Соединенных Штатах Америки 30 лет потратили, чтобы застабилизировать вот этот среднечасовой рост. Потому что у Озона максимальная у нас разовая концентрация это 160 за 20 минут. То есть 20 минут это уже предельно допустимо по времени. Но у американцев час, поэтому не часовые снижают. А у нас, видите, какая динамика роста. Это вот только в средней полосе. Вот посмотрите, сколько станций в Европе. Это только часть, показано там тысячи станций мониторинга. И они используются и для контроля государственного, и люди пользуются данными. Например, в Германии самый посещаемый сайт это по Озону. Люди имеют возможность планировать свои поездки, пребывание на воздухе с учетом концентрации Озона. Потому что стоит попасть под такой пик, и можно либо умереть, или значительно повредить свое здоровье. То есть вот информировалось население. А у нас, к сожалению, далеко все не так. Это мы еще в 2010 году с приборовостроительным предприятием в Петербурге создали сеть, станции для научных исследований. То есть у нас именно сеть. То есть видно, они подключены в сеть, видна информация. Вот если можно будет включить, то я могу показать вам в онлайне, как работают станции. У нас в России, только в Москве, есть государственная сеть из нескольких станций, а больше нету. То есть вот на всю Россию. Есть еще отдельные станции, там в Обнинске, в Томске, а сети нет. Так, можно, да? Ага. Оно уже, так, и мышку может, да? Так, а где у нас? В Париже 12 станций, больше, чем во всей России. А, вот он, вот он, да, вижу. Ага. Значит, да. В Париже 12 станций, фактически. Да. Вот смотрите, мы сейчас подключены к центральному серверу в Санкт-Петербурге. Станции работают в онлайне. Вот я подвяжу курсор Вятские поляны, где станция находится. И могу посмотреть, допустим, таблицу. Вот сейчас, какие данные о зон. 117 микрограмм на метр кубический. При ПДК промзоны 100. То есть это, вот можно сказать, сельской местности. Промзоны, это там, где люди получают молоко. Да. Можно розу загрязнений подключить. То есть, если достаточно было бы станций, можно было в реальном времени наблюдать, откуда идет перенос, где опасные концентрации. То есть, для принятия управленческих решений, для предупреждения. Вот. То же самое и, видите, вот станции в Санкт-Петербурге. Весь набор параметров, которые необходимо мерить в воздухе по всем стандартам. Значит, что еще позволяет? Вот, можно будет посмотреть, допустим, аптек, выбрать Ветские поляны. Давайте я вам продемонстрирую одновременный ход, допустим, озона в Санкт-Петербурге и Ветских полянах. То есть, вы увидите, как зависимость широтную. Санкт-Петербург север, Ветские поляны от Москвы примерно тысячу километров на восток. Сейчас, секундочку, буквально я вот уберу ненужные параметры. Мерие ЦИПМ и в общем все загрязнители станции разработаны и все программное обеспечение по стандартам Росгидромета. У нас в Ветских полянах станция работает шестой год. Так, и сейчас буквально быстро уберем. Так, так. Я просто вам хочу показать, что в России есть отечественное оборудование, давно выпускается, оно по многим параметров лучше аналогов зарубежных, не говоря уже, что у нас свой сервис отработан, стоимость обслуживания, все все намного. Вот, это я выбрал 20-минутный один день. Вот смотрите, Вятские поляны, это усредненные за 20 минут, вот верхняя, а вот Санкт-Петербург, видите, север, мегаполис, а в сельской местности естественно больше. То есть уже опасные концентрации весной начались, и тренд я вам показывал в среднечасовых значениях, то есть вот такая картиночка, конечно, очень настораживающая, я вот сейчас одноминутные данные подключил, видите, это усреднение одной минуты, можно посмотреть. То есть такая система позволит обеспечить безопасность, если вот допустим информационное агентство захочет себе такую станцию здесь поставить, они будут на мобильном телефоне видеть, какие концентрации у них возле и в этом районе, и соответственно там допустим если опасные концентрации, можно сотрудникам разрешить не приезжать, а работать на компьютере, но сохранить здоровье. Вот. Так, ну если вопросов нет по работе аппаратуры, тут можно много чего посмотреть, но достаточно для исследователей, для любых служб, для медицины, для снижения рисков, для защиты групп допустим детей, больницы, то есть можно обеспечить защиту для наших граждан. Еще презентацию включите. Я просто последнее там несколько слайдов покажу и закончу. Да, все, слайды еще покажите. Вот здесь усредненные среднечасовые кородак, вот верхняя это Крым, среднечасовые это Вятские поляны, средняя полоса, а это вот Санкт-Петербург. Микрограмм на метр кубический концентрация озона и вот видите на юге насколько больше, то есть широтное распределение. У нас по России получается чем южнее, тем эта проблема острее, но станций там нет, измерений нет и поэтому всю картину мы конечно представить не можем, просто оттуда поступает сообщение, что например огурцы, помидоры в открытом грунте позапрошлый год, прошлый год все участников погибли и в прошлом году даже в теплицах, потому что теплицу проветривают высокие концентрации озона и вот такая картинка. Почему-то такое мнение существует, что после грозы пахнет озоном, вот коллеги говорили, но сколько лет мы меряем и вот специальную картинку привел улица Вавилова 10 июля 2003 года, эти высокие концентрации, это мы из института мерили, гроза, ливень, все, упал озон, нету озона, то есть приборы показывают совершенно другую картинку. Вы знаете, давайте сейчас я быстро закончу, а потом любые вопросы, а вот смотрите, жаркий день, улица Вавилова, Москва, вот почти 300 микрограмм, вот такие высокие концентрации, а в спальнем районе еще больше будут, потому что реакция обратима, я вот вам показывал, и фотохимическое равновесие прыгает, здесь, например, почему так изрезано, светофор, открылся машины, поехали, стая, выбросы, но, но вырезает вот эти вот дырочки, потом опять восстанавливается озон, и такое пляшущее равновесие. вот концентрации приземного озона в московском регионе летом 2010-2011 данные мосокомониторинга, вот посмотрите, Звенигород, Зеленоград, больше всего 508 микрограмм, то есть москвичам некуда скрыться из города, они уезжают на дачу, думают, что там хорошо, а там еще больше озона. вот и 2000, а по Рублевке вы посмотрите, там я мерил в районе Звенигорода на дачах академиков, там весь лес погиб, сосны погибли, при таких концентрациях гибнет все, они там себе дачи построили, а вот про это не знали, и по Рублевке посмотрите, там кругом суховершинность, там тоже такие же высокие концентрации, это где угодно может за городом возникнуть вот такая ситуация. В Соединенных Штатах Америки, например, введем такой коэффициент озоновой смертности, это процент роста дополнительной смертности при увеличении концентрации озона на каждые 20 микрограмм. Например, в Орландо 0,2, а в Нью-Йорке 1,7. У них это везде, то есть везде ведется эта статистика, расчеты, это все вносится в политику государственную, куда вкладываются деньги. И основные выводы. Приземный озон интенсивно образуется при жаркой погоде в атмосфере, загрязненной продуктами сгорания оксидами азота, углеводородами. Увеличение количества интенсивности волн тепла в связи с изменением климата способствует образованию высоких концентраций приземного озона. Для здоровья, в смысле для снижения рисков отрицательного воздействия приземного озона на здоровье населения необходима современная сеть станций мониторинга озона во всех городах страны и система предупреждения населения о опасных уровнях. У нас никто не знает. Вы знаете, я делал доклад в 2012 году в институте пульмонологии. Главный академик, пульмонолог России от меня только узнал про эту проблему. А мы, говорит, мерили ЦО. Академик Чазов где-то год или два назад в институте медико-биологических проблем поставил такой эксперимент. Он создал в камерах температуру воздуха, которая была в Москве летом 2010 года, 30 ПДК ЦО, 30-ти кратное превышение, и посадил туда добровольцев. И вот за два месяца они там просидели и вышли еще здоровее, чем туда зашли. Академик был очень удивлен, ну, в общем, вывод какой сделали? Люди были отрезаны от этой городской суеты, отдыхали, читали книжки, ни температуры, ни ЦО. Да, ЦО. А про ОЗОН ни академики, никто из врачей у нас не знает. То есть, вот такая сложилась, я уже не знаю, почему ситуация, у нас же нет железного занавеса, пожалуйста, посмотрите сайт, хоть американский, хоть европейский. Значит, про меры я отдельно вам скажу. Я рассказываю, какую мы имеем ситуацию. И второй еще поставьте, вторую презентацию, там буквально два-три слайда покажу и все. Ну, чтобы время уже не тратить. Система мер, это отдельный доклад, я просто вам могу несколько сказать моментов. Сейчас. Вот, экономический ущерб от загрязненного воздуха, это Сидоренко МГУ в 2002 году посчитал. Доля ущерба миллионы евро, вот по некоторым регионам. Видите, миллиарды евро ущерб от загрязненного воздуха, воловой региональный продукт, то есть ущерб больше роста волового регионального продукта, это 2002 год, то есть на самом деле никакого нет роста, то есть только ущерб. И вот посмотрите, суммарная по России денежная оценка смертности и заболеваемости, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха, составила 36-37 миллиардов евро в год, это по 2002 году, что составило 5,3-5,8 от ВВП, больше, чем здравоохранение и экология, то есть у нас убытки больше, чем на медицину и на всю экологию. Также эксперт Всемирного банка отдельно подсчитал, Сидоренко приводит, что смертность обусловленная экологическим фактором 6,5% от ВВП, причем 95 суммарных издержек были обусловлены смертностью, вызванной загрязнением атмосферного воздуха, то есть там остальное вода и все прочее, а 95% это воздух. То есть вот какие экономические потери несет Россия, за рубежом, в частности в США, в ЕС действует система управления качеством атмосферного воздуха и затраты рассчитываются каким образом, вот ищется оптимум, то есть это ущерб, кривая идет, а это вложение. И у нас получается, что вот минимальное вложение, вот такой ущерб. вот примерно они как рассчитывают, то есть все рассчитывается до центов в Америке. Вот посмотрите, что с лесами. Это Кировская область, еще в 2007 году я увидел вот в таком глухом лесном месте массовую гибель можжевельника, а можжевельник это вид индикатор. Ему не так много надо. Привез туда аппаратуру, провел замеры, вот посмотрите, что получилось. Концентрация озона это вот 3 августа 2007 года. Вот ПДК для растений, вот прямо в этом месте, а вот ПДК рабочей зоны. То есть вот в таком лесном массиве удаленном уже такие концентрации. Что сейчас наблюдается? Вот везде по берегам реки это усохший лес ели. Если проехать от Санкт-Петербурга до Сибири туда далеко из окнопоезда выезде увидите такую картину. Ель теряет морозоустойчивость от озона. Когда она подышит, она не переносит даже минус 20 градусов. Умирают. Почему я говорю, что это высокая вероятность от озона? Потому что здесь наша станция стоит и вот я вам показываю среднечасовые за год а ПДК для растений она такая же как и для человека. То есть вся растительность получает дозу. Это по всей России. Вот видите что происходит. Предложение в проект решения. Еще в 2009 году мы организовали круглый стол в госдуме нашей и у меня был доклад по этой тематике был доклад у юристов. Оказывается что у нас видите вот 22 августа 2004 года закон о воздухе был практически ликвидирован. Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной властью в области охраны атмосферного воздуха. Убрали никто не отвечает. если в Соединенных Штатах правительство взяло на себя ответственность за качество воздуха и за все последствия от воздуха на здоровье населения у нас правительство все снялось себе. И дальше посмотрите программы охраны атмосферного воздуха мероприятия финансирования никто не отвечает программ нет финансирования нет вот пожалуйста что творится в Москве смертность заболеваемость и следующая тепловая волна она может привести к огромным человеческим жертвам поэтому я обращаюсь к собранию чтобы обязательно проект решения тем более решение круглого стола там было у нас написано и Жириновский утвердил недопустимо вот так ликвидировать закон все спасибо